Итоги уходящей пятницы подводят наши корреспонденты и я Мария Бересневич. Смотрите сейчас. Ковид уходи. Эпидемиологи призывают соблюдать масочный режим и не забывать о социальной дистанции. Анализ заболеваемости говорит о том, что самый низкий уровень в прошлом году был у нас в апреле и было два пика. Кто в центре внимания специалистов? Спасибо вам, гвардейцы-капитаны. Руслан Олехно презентовал новую программу, посвященную Дню Победы. Всегда выходя на сцену города Бобруйска, вы понимаете, в чем дело. Всегда ощущаешь особое волнение. Какие звучали песни. Круто ты попал на ТВ. В Беларусь отмечают День работников радио, телевидения и связи. Весь сюжет зависит не только от тебя, а еще от работы других людей. Что остается за кадром? А также обновленный список, рост экспорта и плачут небеса. Синоптики прогнозируют дожди до конца недели. Что ждать на следующей? Никто не забыт, ничто не забыто. Городской союз молодежи в преддверии Дня Победы посещает ветеранов Великой Отечественной. Свидетелям войны активисты помогают в течение всего года. Вне зависимости от даты отвечают на их нужды. В рамках акции «Ветеран живет рядом» за день ребята объезжают несколько человек. Среди них Насим Шакиров. Пенсионер всегда рад компании, так что встречает гостей с улыбкой. В преддверии праздника важно не забыть ни одного ветерана. И молодежь города включается активно в эту работу. Помогают и по уборке при домовых территориях, и уборке квартир. Также к преддверии 9 мая мы поздравляем ветеранов с этим замечательным праздником. Бобрусь к Великой Победу отпразднуют масштабно. Уже завтра состоится патриотический велопробег. 9 мая горожан ждет насыщенная программа. От полевой кухни и выставки военной техники до автопробега и флэш-моба. В 11.15 в городе пройдет акция «Беларусь помнит». Главными действующими лицами станут ветераны войны. Где халатность, там пожар. На Ульяновской горела квартира пятиэтажного дома. Сообщение на номер 112 поступило около часа ночи. Жильцов, как сообщается, внутри не было. В квартире находилась только собака. Она задохнулась дымом. Человеческих жертв удалось избежать. В результате пожара огнем повреждено имущество в зале, закопчены стены и потолок во всей квартире. Вероятная причина пожара – оставленная без присмотра горящая свеча. Сотрудники МЧС напоминают, горящие лампады и незатушенные сигареты могут стать причиной ЧП не только в квартире, но и на кладбище. Чтобы избежать беды в преддверии Радуницы, спасатели призывают соблюдать элементарные правила безопасности. Маркировка товаров, жилищные облигации и сделана в Беларуси. Страна нарастила экспорт продовольствия и сельхозпродукции. Какие цифры? Громкие заголовки дня далее в специальном обзоре. В Беларуси вводится маркировка мороженого и сыров. Она станет обязательной с 1 июня. С этой даты нужно наносить штрих-код на каждую упаковку, а с сентября – на всю прочую молочную продукцию со сроком годности более 40 суток. Смысл маркировки – возможности отследить жизненный цикл товара. Ему присваивается уникальный код, который наносится на упаковку и содержит точные данные о продукте и наименовании, производитель, дата, время и место выпуска. В стране начнет действовать запрет на регистрацию жилищных облигаций. Соответствующий указ подписал президент. Документ призван защитить интересы белорусов, которые инвестируют в жилищное строительство. Прежняя система способствовала появлению долгостроев. Уверены эксперты, так как застройщик не был обязан уплаченные за облигации деньги пускать на возведение жилья. Беларусь нарастила экспорт продовольствия и сельхозпродукции. Отмечен рост продажи за рубеж молочных продуктов, говядины, колбас и готовых изделий из мяса, рыбы, яиц, картофеля. На 7% вырос экспорт рапсового масла. Поставки в СНГ и Россию увеличились на 0,4%, в Китай на 87%. Прирост экспорта за первый квартал отмечается по всем основным регионам. Минздрав актуализировал перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19. Из списка с 9 мая исключаются четыре государства ранее, включенные в него Албания, Финляндия, Великобритания и Мальта. При этом туда попадут две страны – Монголия и Шри-Ланка. Такое решение принято с учетом эпидемиологических рисков. Синоптики прогнозируют дожди до конца недели. В субботу 8 мая будет ветрено. По всей территории страны ожидаются кратковременные дожди и до 12 тепла. В ночь на 9 мая местами ожидаются заморозки. Воскресенье потеплеет до плюс 17 градусов. Осадки не прогнозируются. В начале следующей недели в стране окончательно установится теплая погода. В понедельник воздух прогреется до плюс 26 градусов. Победа – наше великое наследие. Руслана Лехной и академический ансамбль песни и танцев вооруженных сил Беларуси представили новую программу на главной концертной площадке города «Главные песни Великой Отечественной войны». Бобручане в предвкушении незабываемого вечера. На территории Дворца искусств многолюдно. Кто-то рассматривает военную технику, кто-то делает фото на память. После первого звонка зрители спешат в зал. Впереди полтора часа всем знакомых военных песен в исполнении звезды белорусской эстрады и ансамбля вооруженных сил Беларуси. А Лехной я знаю, знал его деда и знал его даже отца. Поэтому я с интересом послушаю, может запишу даже, взял с собой этот самый огнитофон. В зале неподдельные эмоции. Каждая песня откликается в сердцах слушателей. Одни аплодируют, другие снимают концерт на смартфоны. Но в центре внимания сегодня ветераны войны. Руслана Лехно от всего сердца поздравляет их с наступающим Днем Победы и благодарит за верную службу своей Родине. Очень ответственно выступать в родном городе, когда в зале все знакомые, которые знают меня, а когда знают человека, уже предвзятые отношения. И всегда, выходя на сцену города Бобруйска, вы понимаете, в чем дело. Всегда ощущаешь особое волнение, такое, как нигде. И зритель, конечно же, в городе любимый, почитаемый. И, как у меня в песне есть, такие слова необыкновенные. Наш земляк и почетный гражданин города делает Бобруйчанам настоящий подарок. Репертуаре «Темная ночь», «День Победы», «Эх, дороги», «Смуглянка» и даже «Катюша». Военный хит певец исполняет в сопровождении знаменитого оркестра. Пусть он вспомнит девушку красную, Пусть услышит даром твоя, Пусть он из земли бережет родную, А любовь Катюша спережет. Пусть он из земли бережет родную, А любовь Катюша спережет. Знакомые каждому строчки звучат в зале, подпевает зритель. И совсем не по программе Руслана Лехно выходит на БИС. Для родного города это лишь в радость. Карина Гуревич, Максим Кембель, Дмитрий Шевцов, Максим Галеонко, Бобруйск-360. Минздрав Беларуси обновил статистику по COVID-19. За минувшие сутки в стране зафиксированы 1354 пациента с положительным тестом на коронавирус. Всего с начала пандемии заразились 366 305 человек. Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии продолжают мониторинги. В фокусе внимания торговые центры, кафе, салоны красоты, общественный транспорт и учреждения образования. Только за неделю инспекторы проверили свыше 100 объектов. Акцент на соблюдение масочного режима. Нарушителям выписывают предписания. Анализ заболеваемости говорит о том, что самый низкий уровень в прошлом году был у нас в апреле. И было два пика. Это один в начале июня, второй в ноябре. Сейчас заболеваемость регистрируется на 40% ниже, чем регистрировалась в период пиковых месяцев заболеваемости. И этот последний месяц был практически на уровне предыдущего месяца. Она снижается очень медленно. В преддверии празднования Дня Победы эпидемиологи призывают соблюдать масочный режим и не забывать о социальной дистанции. Эти простые правила помогут сохранить жизнь свою и близких. Жизнь в режиме нон-стоп. В Беларуси сегодня отмечают День работников радио, телевидения и связи. Бобруск-360 – один из лидеров на областном медиарынке. В центре внимания команды профессионалов – человек. О том, что остается за кадром, Карина Гуревич. Еще четыре года назад корреспондент Ольга Васенде и представить не могла, что помимо косметички, ежедневным атрибутом ее сумочки станет микрофон. Настоящим откровением для выпускницы МГУ имени Кулешова стала и работа за кадром. За красивой картинкой двухминутного сюжета стоит большой пласт работы. Сбор информации, выезд на съемку, написание текста, начитка, а дальше монтаж. Хороший телерепортаж – это искусство, собранные воедино винтики, которые запускаются механизмом журналистского мастерства. Весь сюжет зависит не только от себя, а еще от работы других людей. И здесь важна оперативность, слаженность и, наверное, мое такое четкое руководство. В работе холдинга не каждый сам по себе. Здесь один зависит от другого. За приятным голосом корреспондента и красивой картинкой оператора стоит работа шеф-редактора, монтажера и даже водителя. Оперативное прибытие на место событий – первый шаг к качественному контенту. В другой раз, в общем, съемок очень много, и приходится где-то проехать даже больше 100 километров по городу. Это очень сложно, не нарушит ничего, ну, безопасность движения. Иногда события в городе разворачиваются с молниеносной скоростью. К ним нельзя быть готовым заранее. Именно поэтому, помимо корреспондента, на чеку и остальной коллектив. Холдинг «Бобруйское житё» стал активно расширяться в 2017-м. Именно тогда на свет появились «Зефир-ФМ» и «Бобруйск-360». С ними в семью пришли не только новые лица, но и идеи. Каждый сотрудник студии на Пролетарской живёт своей работой. С трепетом здесь относятся как к съёмке, так называемой картинки для погоды, так и к розыгрышам в эфире. Ведь радовать зрителя и слушателя – самая благодарная работа. Несмотря на молодой возраст телеканала «Бобруйск-360» и радио «Зефир-ФМ», уже на уровне области, республики, мы себя зарекомендовали как команда больших профессионалов. Телевидение и радио создавалось в первую очередь для освещения проблем наших гаражам, бобручан. В центре внимания, новостей всегда был и есть, и будет человек. «Зефир-ФМ» – это не только всем знакомое утреннее шоу «Пять пятниц», но также часовые новости. Это ежедневная программа приветов и поздравлений «Шалом» и большое интервью. Казалось бы, только вчера на волне 95 и 4 «ФМ» вышел первый эфир, а уже в этом году самое сладкое радио страны отмечают четырёхлетие. За это время менялись как ведущие, так и темы для обсуждений. Но одно остаётся неизменным – актуальные новости и неподдельные эмоции. В моей работе самое любимое – это, конечно же, наверное, розыгрыши. Я очень люблю дарить подарки, тем более я делаю это не своими руками, у нас есть спонсоры. Ну и очень классная рубрика «У нас три шутки на завтрак», которая бодрит, заряжает позитивом на весь оставшийся день. Ну и она уже в завершении нашего утреннего шоу. То есть пошутили и пошли домой. Класс! В центре внимания холдинга всегда был и будет родной Бобруйск. А обратная связь с его жителями поддерживает коллектив в рабочие будни. Без вас не было бы нас. Ну что ж, 9.51 на стадиных часах. Мы прощаемся с вами. Впереди у нас большие, очень выходные. Четыре дня. С вами было утреннее шоу «Пять пятниц» Диана Станкевич. И Вадим Киреев. Всем хорошего настроения и отличных выходных. Всем пока! Карина Гуревич, Максим Галеонко, Андрей Богдан, Бобруйск, 360. Это всё и события к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!